И вот история интересная, мы ее приводили, но, аль-хамду-ля, она будет полезна. Это указывает на нисходительность, на мягкость сердца пророка Мухаммада, о первом человеке, который зашел в Мекку, со словами Это всегда, кто проезжает на хадж, на умру, проговаривает во время храма, О, наш Господь, мы перед тобой, вся хвала, вся милость принадлежит тебе, вся власть принадлежит тебе, и нет у тебя сотоварищей, и мы перед тобой. Первый, кто зашел с этими словами, сподвижник Сумама ибн Утальн. То есть сейчас, например, на сегодняшний день Мекка находится в Саудаск-Аравии, Мекка-Медина. Раньше было название Мекка-Медина, назывался Хиджаз. Если сейчас столица Саудаск-Аравия, Эр-Риад, раньше эта местность называлась Наджд. И, так скажем, весь все зерно, весь хлеб на территории Хиджаза были поставки со стороны Наджда, со стороны сегодняшнего Эр-Риада. И кто ответственный был за это, если на сегодняшний день сравнить, как министр сельскохозяйства той местности, это был Сумама ибн Утальн. Он за эти поставки, то есть в его руках это было. Он был неверующим до того, как принял ислам. А вы знаете то, что мушрики, язычники, они тоже совершали умру, тоже совершали обряды, обход вокруг Каабы. Но в их обходе, в их обрядах были язычества. То есть они говорили лаббейка, но добавляли лаббейка ля шарикаляка, они добавляли, говорили, что, О, Аллах, у тебя нету сотоварища, только того сотоварища, который ты сам для себя выбрал, избрал. Вот это у них было, приговаривали. И когда он шел мимо Яфриба, то есть Медины, тогда сподвижники его поймали, взяли в плен и привязали рядом с мечетью пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, мимо проходя в мечеть, всегда спрашивал, Что ты хочешь мне сказать, Сумама? Может быть, что-то есть у тебя сказать? На что он отвечал? Если ты меня оставишь, если ты меня отпустишь, то отпустишь щедрого человека, намекал, отпусти, я тебя заплачу, ты получишь щедрого человека, я тебя вознагражу. Если хочешь ты меня убить, то убей, приливай кровь, не жалей. Пророк, саллаху алейхи вассалям, ничего не говорил, даже шел в мечеть. На следующий день, Что ты хочешь сказать, Сумама? То есть, саллаху алейхи вассалям, хотел у него услышать, может быть, что-то он хочет сказать, может быть, хочет поинтересоваться исламом. Тот же самый ответ, Если ты простишь, простишь щедрого, если ты хочешь меня убить, то не жалей, пролей мою кровь. Саллаху алейхи вассалям оставил его. На третий день, пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, Что хочешь сказать, Сумама? Тот же самый ответ, Нет, если простишь, простишь щедрого, я тебя вознагражу. Если ты меня хочешь убить, то не жалей меня, убей, проливай кровь. В этот момент пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, что сказал? Отлику, отпустите его, пускай идет. То есть не взял у него денег, не наказал его, пускай идет. И он удивился поступку пророка Мухаммада, саллаху алейхи салям, вышел из Медины, взял большое омовение, обратно зашел, подходит пророку Мухаммаду, саллаху алейхи салям, говорит, я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Я свидетельствую, что ты раб и посланник Аллаха. Аллах говорит, для меня самое нелюбимое лицо было твое лицо. Сейчас самое любимое для меня лицо, твое лицо, я, Расуль Аллах. Самая нелюбимая религия, твоя религия для меня была. Самая любимая религия для меня, религия ислам. Самая нелюбимая местность, земля, твоя земля была. Сейчас самая любимая местность, твоя земля. Тогда говорит, я иду на умру, совершить умру. Тогда пророк Мухаммад сказал, оставьте его, обучите, как правильно по исламу совершать умру и как правильно произносить тальбия. И этот первый суман, ибн-и-Усаль, заходит в Мекку один, в тот момент, когда там все представители курайшитов были, язычники в Мекке. И он заходит, представляете, со словами, с поднятой головой, В этот момент, субханаллах, курайшит удивляется, но ничего ему не могут сделать. Почему? Потому что был бы это Билаль, раб, они бы, может, что-то ему сделали. Этот человек, министр сельскохозяйства, от него зависят поставки зерна на их территории, они останутся без зерна, без хлеба. Удивляется, говорит, что с тобой, сымама? Какой лаббайк, аллахумм лаббайк? Он говорит, я принял религию Мухаммада, саллахум. Клянусь Аллахом, с сегодняшнего дня ни одно зернышко вам не поступит сюда. После этого они начали писать письмо пророку Мухаммаду, саллахум алейкум, у нас голод. Мухаммад ибн Абдилля, о, Мухаммад, сын Абдуллы, скажи с умами, пусть он нам возобновит поставки. И смотрите, саллахум алейкум, несмотря, что это его враги были, несмотря на то, что они его прогнали из Мекки, пророк Мухаммад, саллахум алейкум алейкум, саллахум алейкум алейкум, саллахум алейкум, пускай они возобновим поставки. Вот такой был милосердный милостив пророк Мухаммад, саллахум алейкум алейкум. Поэтому, запомните, первый, кто зашел со словами, «Лаббайка, Аллахум алейкум в Мекку из мусульманат аль-Thумама ибн Уталь».